Сегодня у нас 4 октября. Хочу вам показать, как у меня выглядит Prime Arc Freedom. Вот так вот он уже вырос у нас, высокий, метр девяносто где-то в рост. Я уже смотрю, покраснели листья, видимо, приморозок прихватил. Я еще не укрывал его, думаю, в этом месяце укрою. Еще вот плоды некоторые имеются. Плоды, конечно, удивили, как я уже говорил. Плоды большие, вкусные. Солодинка преобладает. Хочу вам еще показать сорт Black Magic. Вот они, ягоды зеленые, видимо, чего-то. Ему так и не хватило, так он и не поспел в этом году. Не знаю, как у кого, но у меня Black Magic, ремонтантный сорт, он так и не показал своих плодов. Зеленые плоды, вот так вот стоит он. Хорошо, что есть саженец. Будем наблюдать, что будет дальше. Тоже буду укрывать его. У меня все сорта, какие есть, все укрывные. Вот. Это вот тоже Prime Arc Freedom, это ремонтантный сорт. Вот это у нас идет Лахте, шатанская селекция. Также укрывной. По красным листьям, я думаю, это показатель тому, что морозик был. Но при таких мелких морозах он ничего с ним не происходит. Если мороз минус 20, то этому сорту, если он не укрытый, думаю, что он погибнет. Скоро буду накрывать. Вот это вот сорт называется Triple Crown. Тоже укрывной. Так вот он у нас вырос. Вот такие вот у нас ростки его. Еще есть один сорт, это Киова колючий. Тоже, я вижу зеленые ягоды. Кстати, есть и плоды. Есть даже спелые. Вот она уже спелая ягодка. Будем ожидать в следующем году. Плодов они даже и не дозрели. Мало солнца, наверное, было, дожди шли. Поэтому даже не было дозревших плодов по данному сорту. И еще один сорт называется Polar. Polar тоже вот плоды мы видим. В этом году, я вам скажу честно, было сложно определить, кто есть кто по плодам, потому что не дозревает. Плод не успевает. Много солнца надо поливать. Мало солнца. Вот недозревшие плоды. Ну, что ж поделаешь. Живем дальше, наблюдаем за тем, что у нас плодоносится. Отлично. 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 Продолжение следует...